Почему мы сегодня хотим говорить об Оруэлле? Дело в том, что Оруэлл, Джордж Оруэлл, английский писатель, в своих романах сделал 130 предсказаний о будущем мира, 100 из которых сбылись. Вот в этом месте должны звучать фанфары, потом многоточие, и, наконец-то, вам предоставляю слово. Да, спасибо. С чего вообще, как он появился в вашей жизни, Оруэлл? Сначала я скажу по поводу ваших молодых знакомых. Дело в том, что это неудивительно, что они не знают, кто такой Оруэлл. И, честно говоря, я бы, по большому счёту, пожелал бы, может быть, и своей внучке, чтобы она вообще, может быть, его не знала. Правда, не обойти. Будет не обойти, потому что он становится год от года актуальней. И время от времени, ну, мы все знаем, что вот эти тавровые его термины, новояз, двоемыслие, двухминутки ненависти, они звучат регулярно, регулярно по радио, в газетах, причём не только у нас, это в мировой прессе. Слишком они объёмны, слишком они напоминают сегодня наши реалии. Я признаюсь честно, действительно, Оруэлл как бы был главной темой моей диссертации когда-то. И, честно говоря, я так время от времени в полглаза приглядывал за ним. Вы вообще про него узнали? Да, это интересно. Это Советский Союз, которому этих, понятно, имени не мог знать никто в те годы, когда вы учились или защищались, так ведь? Среди интеллигенции, среди утончённых и изысканных, и начитанных молодых людей 60-х годов, его тексты, две последние его работы «Скотный двор» и «84-й» ходили в полуслепых списках, которые читали из-под полы, под одеялом, как хотите, давали на ночь. И надо вам сказать, что эта ночь была ужасной, потому что сами книги ужасные, сами по себе. То есть и пророчество Орвала насчёт будущего, кошмарного, тоталитарного и так далее. Вот я примерно тогда, придя в газету «Смена», в Ленинградскую газету в 69-м году, я тогда и прочёл впервые роман «84-й» год. И надо вам сказать, что, так сказать, не только голова закружилась, а просто я не знал, как относиться ко всему этому, потому что парадоксальные лозунги «Свобода – это рабство», «Война – это мир» были недоступны моему пониманию. Думаю, как же это так? Понимаете, вот оттуда всё началось, конечно же. Через какое-то время, да, так сказать, там в нашей газете, а наша, в общем, питерская газета была такая достаточно интеллигентная, там были люди, которые знали, как бы, творчество этого писателя, с которыми интересно было по этому поводу разговаривать. То есть интерес родился тогда. И поэтому, когда мне пришлось уйти из «Комсомольской правды», так получилось в 82-м году, то я поступил в аспирантуру в Академии общественных наук, где предложил на кафедре теории, истории и культуры эту тему. И перевели для себя, да, как переводы из «Существа», перевели для себя в ящик стола, так? Совершенно верно, да, да, да. Потому что мне это было интересно. Мне было интересно переводить и сказку «Скотный двор», и роман «84-й год». Диссертация была, надо вам сказать, что действительно первая в стране про антиутопию. Я удивляюсь до сих пор, что она как бы была утверждена, что эту тему разрешили, потому что всё-таки 82-й год – это был ещё такой глухой застой времена Брежнева. Орвел считался пасквелянтом, антисоветчиком, грязным клеветником и так далее, фашистом и много-много кем ещё. Антирусским человеком, короче. Абсолютно, да. То есть он, понимаете, понимаете, какая вещь приключилась? Мы узнали этого, на мой взгляд, не побоюсь этого слова, великого поэта, с конца. Мы узнали две его последние книги, которые были написаны в конце 40-х годов. Вернее, напечатаны. Написана была, допустим, в начале «Скотный двор» в 43-м году. И поэтому у нас сложилось... К тому времени, 60-е, 70-е годы, Галя, вы, наверное, были совсем молоденькой, и, может быть, не помните, но это был такой махровый застой. И нам казалось, что вот Орвел, который жил и умер в 50-м году, он всё это про нас написал. Это всё настолько ложилось на... Ну, действительно, в общем, времена... Во-первых... Какая-то невременная книжка, если начиная с 70-х, каждому десятилетию кажется что-то про них. Да, совершенно верно. И сейчас ведь тоже про нас получается. Да, это великое свойство литературы. Вот меня это тоже все время потрясало. И когда я занимался поэтами Серебряного века, и нынче. Потому что, на самом деле, мы читаем книгу, тексты, даже знакомые нам со школьной программой, они становятся другими через какое-то время. Такое ощущение, что Толстой, написав «Войну и мир», так сказать, как бы поменял текст через какое-то время. Как-то там, где-то там, не знаю... На самом деле, мы меняемся. Меняется время. Возникают новые вопросы к жизни. Эти вопросы ищутся у Толстого и находятся. Когда мы молодые, он отвечает на какие-то одни вопросы, которые нам эти одни, Коленька, Ростов, Петя и так далее. То есть какие-то вещи. А когда мы становимся повзрослее, мы ищем и находим какой-то отзыв в том же романе «Война и мир» как бы уже на совсем другие вопросы. Вот та же самая история. Тот же Курбет, тот же переворот произошел и сорван. Слушайте, ну, про Холодную войну-то он откуда мог знать? Ведь многие ошибочно много лет думали, что этот термин принадлежит Черчиллю. Оказывается, нет. Доказано, что сочинял это Джордж О'Ройл. Да. Дело в том, что... Да. Он общался в те годы... Это война Вторая мировая. Он плотно общался с Артуром Кёстлером, автором романа «Слепящая тьма». То есть человеком, который... И они предполагали двоём, что, так сказать, весь мир после войны всё равно разделится на, так сказать, не на два воюющих лагеря, а на большее количество государств, которые начнут друг с другом, так сказать, воевать идеологически. Холодная война имелась в виду, потому что к этому времени в 45-м году были испытаны на людях две атомные бомбы. Я прошу 800 страниц О'Ройл, биография О'Ройл. Это книжка. Вот я её держу в руках, и у меня, в общем, пальцы подрагивают, потому что это реально тяжело. И что, собственно говоря, удивительно? То, что вы имели какое-то отношение к О'Ройл, конечно же, слухи-то доходили, да когда-то и в беседах вы об этом рассказывали, но что вы так глобально за него возьмётесь, это для меня, конечно, удивительно. Для меня тоже это удивительно, потому что я, признаюсь вам, не планировал, не планировал писать о нём, так вот интересовался время от времени. Я когда недавно каким-то своим достаточно молодым знакомым рассказал, что вот, представляете, не дошивенно-то написал биографию О'Ройл, эти молодые мои знакомые удивились и сказали, а кто такой О'Ройл? Мне, конечно, я им курс-то прочитала, но вот думаю, что люди, пережившие перестройку, прекрасно, естественно, каждый из нас знает, кто такой О'Ройл, поскольку книжку «Скотный двор» все держали в руках, читали роман «1984», и как это очень свойственно русскому народу, занимались самобичеванием, говорили это всё про нас, про нас, про нас, про нас. Так вот я, наконец, подвожу к тайне. Причём тут О'Ройл, причём и дело в том, что Вячеслав Недошилов является одним из первых переводчиков О'Ройла официальных, и я бы даже сказала, что многие, именно некоторые фразы, именно в переводе Вячеслава стали каноническим. Например, «большой брат», ну кто не знает у нас «большого брата», все знают. Так вот, на самом деле, на английском языке это звучит как... Холодная война, это тоже его. Да, это звучит как «старший брат», но именно вы решили, что «большой брат» звучит лучше, и это слово и осталось. И вот ещё один последний посыл скажу, чтобы всё-таки как журналист предоставить вместо и время собеседнику. И в гостях у нас Вячеслав Недошилов, писатель, публицист, журналист, прошлым сотрудником «Самужской правды», который написал книгу, биографию Джорджа О'Ройла. Это тот человек, кто не знает, который много лет назад изобрёл понятие «холодная война» и много чего другого предсказал, и почти все его предсказания о будущем тоталитаризме, который воцарится в мире, к сожалению, сбываются. Итак, продолжаем про «холодную войну». Да-да-да, это зафиксировано сегодня оксфордским словарём, что этот термин впервые был употреблён Джорджем Орвеллом. Он имел в виду, потому что воочию наблюдал изобретение и применение атомной бомбы. И он писал и рассказывал, сначала рассказывал, а потом, конечно, писал о том, что это будет невозможно в будущем мире. То есть это стало дубинкой, но дубинкой умозрительной, которая задержит войну горячую, потому что иначе исчезнет человечество. То есть он в этом смысле, конечно, это был удивительный человек по умению из микротенденций делать глубокие и далёкие выводы. То есть мы говорим о двух фронтах, и на одном фронте всегда была Россия. То есть второй партнёр мог меняться, западный мир, или Китай, кто угодно ещё, но Россия, она была в виде Советского Союза или без Советского Союза, но она была всегда. Так? Почему? Дело в том, что мне лично, это очень трудный вопрос, Галя, сразу на него с лёту не ответишь, но это традиционно длится уже три века. Сменялись системы политические, менялось мировоззрение целых, так сказать, пластов человечества. Но тем не менее, так сложилось, что и во времена Тютчева, и Николая Первого, и во времена, так сказать, как бы нашей революции советской власти, и ныне, в 21 веке, по-прежнему наблюдается вот это вот противостояние. Противостояние. Противостояние чаще всего инспирируемое с Запада. Они не любят. Не любят, даже, я бы сказал, употребил бы сильнее, ненавидят. Ну, Тютчев, я не знаю, может быть, вы знали про это. Тютчев предлагал Николаю Первому, он писал записку, он написал записку из 60, по-моему, страниц, о том, как изменить мнение о России на Западе. Он говорил о том, что надо ехать туда, в Германию, переговорить с известными журналистами, убедить их и так далее. Глупость. Ощущение, что вы про вчерашний день говорите. Совершенно верно. А я про Герцена лучше помню в этой ситуации, про его журнал «Колокол», который призывал примерно к тому же, к чему призывают нынешние либералы. А я вам скажу, почему. Дело в том, что это тоже очень интересный вопрос, и Урвелл тоже касался его в своей отличной статье «Заметки о национализме». Дело в том, что общество в России, если говорить серьёзно об обществе думающем, об обществе, скажем так, интеллектуальном, оно всегда делилось на две большие довольно группы – славянофилы и западники. Герцен был явным западником и так далее. Они считали, что, в принципе, нужно быстрее развиваться, надо равняться на Запад. Помните, Чадаев, это мы всё проходили в школе, понимаете? И в то же время были, так сказать, ну, скажем так, русофилы, славянофилы, которые, ну, много, от Хомякова и позже, которые отстаивали, наоборот, русскую самоценность, идентичность и так далее. Я лично думаю для себя, понимаете, что, в принципе, понимаете, вот у термина «культура» есть 200 определений. Культура политики, культура экономики, культура, там, я не знаю, еды, чего хотите, понимаете, 200 определений. Вот мы лично, на мой личный взгляд, понимаете, мы, конечно, в какой-то степени в культуре отстаём от Запада. Это не наша вина. Это вина от исторических всевозможных катаклизмов и прошлого. Ну, смотрите, в 61-м году мы освободились от рабства, от крепостничества. И в 61-м году в Германии было введено всеобщее начальное обязательное образование. Разница есть. А в Лондоне была открыта первая станция. Ну, я бы сказала, мы не в культуре отстаём, не в современном состоянии культуры. Мы исторически просто немножко притормозили. Нет, я думаю, что, понимаете, когда мы произносим слово «культура», мы сразу же думаем про балет, литературу и так далее. Здесь мы во многом впереди, и были впереди очень часто. Я говорю про культуру в широком смысле слова. Понимаете, это, кстати, как бы в объёмах всей страны. Можно я вас всё-таки поближе к нашей теме верну? Вот Оруэлл и Россия, что его связывало, кроме романа? Ну, подумаешь, роман «Увлечение русской женщины» через это многие прошли. Сложно нами не увлечься было. Нет, он, понимаете, поскольку он всю жизнь стоял как бы за справедливость и был таким, я называю его в книге, утробным социалистом, то есть он был на стороне униженных, оскорблённых, он был, кстати, на защите угнетённых каких-то народов, в колонии и прочее. Это постоянно было. Он именно с болью относился к России, потому что он видел, что эксперимент, поставленный в 1917 году, замечательный эксперимент сам по себе, понимаете, извратился и выродился в некое иерархическое общество. Конечно, он знал про нас исключительно умозрительно, то есть по газетам, по книгам, по встречам, но, так сказать, не было реально. Поэтому не так уж много и сходства в романе «1984 год» и нашей жизни, которой, ну, не было там антисектуальной лиги у нас, не было. Нет, давайте всё-таки вот конкретно. Он про Советский Союз эту книжку писал? Что он имел в виду? Он написал книжку про Советский Союз «Скотный двор». Это абсолютно точно. Роман «1984» он дважды перед смертью, а там между изданием и его смертью было, ну, примерно год, он дважды сказал, и это напечатано, это зафиксировано, что эта книга не про Советский Союз, это книга про те тенденции, которые могут случиться и у нас в англоязычной среде. То есть он говорил о, ну, недаром же там «Ангсоц», «Английский социализм». Он говорил, например, что потребуется этим мегагосударством, потребуется новая идеология, и что эта новая идеология может тоже оказаться фашизмом, причём в разных ликах. Фашизм многолик, говорил он. Сто процентный американизм, говорил он, например, это тоже вполне основа для тоталитарного государства. Мы это сегодня, если хотите, наблюдаем в какой-то степени. В 13-м году журнал «Ньюсуик» собрал, так сказать, как бы все, я ошибся, не журнал «Ньюсуик», а газета «Гардия» напросила своих читателей, годовщина Орвала, 110-летие, газета «Гардия» напросила, кого изобразил Орвел в своём последнем романе. И 89 британцев сказали, что он изобразил нашу страну. То есть Британию. А что он имел в виду? Он имел в виду, так сказать, свёртывание демократии, всеобщую слежку, двойные стандарты и так далее. То есть это всё было заложено в романе. Новый язык, «бэйзик», понимаете, сокращённое до умопомрачение, это мы наблюдаем. Есть такой любопытный американец один, Джона Голдберг, он написал недавно огромную книгу под тысячу страниц, которая называется «Либеральный фашизм». И там под заголовок «От Муссолини до Барака Обамы». Я советую всем её полистать. Он цитирует Орвала направо и налево. Он говорит о том, что те процессы, которые в своё время были подмечены Орвелом, они сегодня катастрофически быстро развиваются. Понимаете, Галю, вот есть такое условное выражение «цель оправдывает средства», да? Ну да, известно, да. Так вот, мне лично кажется, что иногда те средства, которые применяются к стремлению к цели, извращают и саму цель. Мне лично кажется, что сегодня мир сходит потихоньку с ума, потому что государства развиваются, общества живут без цели. Общество потребления, к чему стремится сегодня весь мир, я имею в виду всё больше капиталистический мир западный, это общество без цели. Ну что, мы живём для того, чтобы потреблять? Ну хорошо, а Орвелл-то какие? Он всего ведь 48 лет, по-моему, прожил. 46. Ну как 46, почти как Чехов. Их не зря сравнивали, да? Но он что такое мог увидеть в жизни, что... Ну, конечно, можно, что сделать такие пророчества. Можно, безусловно, это свалить на перст Божий. Безусловно, вырождаются иногда необъяснимые гении, которых вот с неба черпают информацию. Но, тем не менее, какие такие события он пережил, которые позволили ему прийти к таким выводам? Хороший вопрос. Мне очень нравится. Не события, а он всю жизнь искал себе жизни как можно хуже. То есть он не лучше искал, как бы ему жить, а как бы ему похуже. После Индии, когда он вернулся, наконец, в митрополию, он решил, что он должен испытать себя, так сказать, и опуститься до бродяг, бомжей и так далее. И он действительно опустился. Но, знаете, он опустился не так, как мы с вами опускаемся. Журналист меняет профессию на полчаса, да? Да, совершенно верно. Журналист меняет профессию, но при этом журналист говорит, что он вообще-то журналист. И он здесь официантом или, там, скажем, мусорщиком, он заделался временно. Ничего подобного. Понимаете? Джек Лондон тоже опускался, написал книжку «Люди бездны». Но он всем... Он переоделся в нищего, ходил по Ист-Энду в Лондоне. Но он всем говорил, что он писатель. Уорвелл боялся, что его узнают как писатель. И три года он находился там. Какой жизненный опыт давал ему, подводил его к этим выводам? Да, да, да. Дело в том, что он, например, после того, как он три года бродяжил, после того, как он работал в Париже по судомоям последним, по 18 часов в сутки. Он, так сказать, узнавал это всё из первых рук. Он поехал в шахтёрские районы, беднейшие районы Англии, в Анкашиль и так далее. Забирался в шахты, писал и книжку, которую он написал после этого, «Дорога на Уиген-Пирс». Вторая половина её – это просто прокламация, призыв к социалистической революции. Читать это сегодня только можно с широко открытыми глазами и думать, что же с ним произошло. Когда в Испании началась гражданская война, когда Франко поднял мятеж, фашистский мятеж, Уорвелл одним из первых поехал в Испанию. Там он был ранен, он воевал в окопах, не отсиживался где-то. Ему сразу же предложили, «Давайте так, мы вас повозим по фронтам, а потом вы напишите книжку об этом». Он сказал, «Нет, дайте мне винтовку, и я пойду в окопы». И там его ранили в шею, чуть не убили. И убили бы, если бы он оттуда не бежал, потому что за ним уже охотились. Охотились предметно, понимаете? Это всё описано в его книжке «Память о Каталонии». У него много было таких вещей, когда он сознательно ставил себя в ужасное, я бы даже сказал, катастрофическое положение. Без денег, без жилья, без каких-то удобств, и прочее, прочее, прочее. Это был человек, который хотел быть похожим на всех, на всех людей. И в этом, как сказала моя собеседница однажды, в этом была его высшая интеллигентность. Что касается его пророчеств, вы понимаете, вот ту цифру, которую вы приводите, 137 и 100 сбылось, это всё подсчитал некий Гудман в журнале «Футурист». И это было всё довольно давно. Это было в 1984 году, когда... Когда всё должно было сбыться. Да, да, да. На самом деле, конечно, он имел в виду всё до мельчайших подробностей. Появление телевизоров, появление вертолётов, появление... То есть, там очень много вот таких. Но это всё не самое существенное. Самые существенные его пророчества сбываются к несчастью сегодня. Вот давайте побольше конкретики. Это пока всё теория. Я, кстати, не против, потому что... Сколько угодно, потому что я их насчитал, ну, наверное, штук 10, понимаете? Если можно это назвать штукой. Разгибаю пальчики. Да. Например, допустим, мы наблюдаем сегодня и на Западе, в том числе свёртывание и уничтожение демократии, свободы слова, собрания, усещения. Делается вид, что у нас есть эксперты на всё. Поэтому ваше мнение нас не интересует. Эксперты разберутся. Это, если хотите, признак тоталитаризма. То есть общество западное не допускают к решениям дальше. Но мы тут, наверное, соревнуемся. Тут непонятно, до сих пор, кто имеется, мы можем и на нашем обществе делать такие выводы, наблюдать и за Западом, безусловно. Дело в том, что происходит некая, как мне лично кажется, некая диффузия, понимаете? Мы, так сказать, в какой-то степени... Ну, раньше это называлось таким замечательным термином конвергенция. Помните, да? Социализм, капитализм, конвергенция и прочее. Сегодня это очень углубляются, эти процессы. Дальше. Власть могущественных корпораций. Орвел жил, когда существовали олигархи, но он очень боялся олигархического коллективизма. Мы сегодня это наблюдаем, понимаете? Когда олигархи объединяются, понимаете? Они управляют миром в какой-то степени. Они, если хотите, большой брат сегодня. Я когда-то был в Америке, может быть, это вам интересно, в 75-м году в составе делегации молодых журналистов страны. И нас водили там по всяким разным, очень важным местам. В том числе привели в журнал «Тайм». И вот редактор журнала «Тайм», женщина очень милая, долго нам рассказывала... Она 16 журналистов из России, молодых, в общем, достаточно задиристых. Она рассказывает, как всё хорошо у них там. А я, здурно, наивный, ещё молодой, говорю, а скажите, вот если бы я написал материал, который против мнения хозяина журнала «Тайм», вы бы его опубликовали? Она сделала вид, что она не заметила этого вопроса. Я второй раз опять не заметил. Я третий, наконец. Она говорит, хорошо, я специально для славы отвечаю. Нет, этот материал мы бы не напечатали. То есть, понимаете, существовала цензура государства, но есть ещё цензура хозяина, цензура капиталиста, цензура владельца. И я ещё не знаю, что хуже. Потому что ты... Он Орвелл правильно сказал, у него была когда-то такая фраза, что «всякий писатель» – это дословная цитата, который становится под партийные знамёна, рано или поздно оказывается перед выбором либо подчиниться, либо заткнуться. И вот это для нас, пишущих людей, это очень существенная цитата, на мой взгляд. Значит, это к вопросу о международных корпорациях. Дальше. Поиск и навязывание внешних врагов. О, это мы можем и сказать многие. Да, я думаю, что, может быть, вы даже больше расскажете, чем я, потому что это действительно... Ну, поскольку вы на пике работы, борьбы с какими-то ложными посылами. Нет, ну как, у нас сейчас главный враг – международный терроризм, которого нам навязывала Америка. Это под этим знамением у нас прошли десятые годы. Ну и теперь главный враг – Россия, как известно, с чем живём. Более того, чуть ли не рассадник, получается, терроризма. Но вот это для государства Орвелл это заметил. Он написал в романе, если помните, что все три державы – Эстазия, Эвастазия и так далее, они океане, они как бы делают вид, что они воюют. Время от времени взрывают на своей территории свои же собственные снаряды, имитируя войну. Только для того, чтобы держать в подчинении, так сказать, как бы... Ну это, по-моему, к восточному соседу, не, к западному, к нашему ближайшему западному соседу Украине больше относятся. Не только, да, да, да. Ну я считаю, что все конфликты, допустим, там и Ближний Восток, и какие-то там, ну вот чуть не случившийся конфликт с Северной Кореей и Америки. Это примерно вот, примерно тот же самый вариант. Дальше, значит, искажение реальности. Ну вот это вот исчезновение истины в любой сфере. И, скажем, Орвел считал, что истинно, он очень боялся этого, и это есть в романе, он боялся, что истинно перестанет вообще кого-либо интересовать. Понимаете, никому это будет не нужно. Он считал, что это случится из-за информационного шума. Ну вот, пожалуйста, газеты, никому не интересует, что произошло на самом деле. Главное, первым успеть выпустить новость, как, собственно, живет нынешний интернет-мир. Совершенно верно, да, да, да. И вот это все наблюдаем повсеместно, понимаете. Дальше. Тотальный контроль над СМИ, переписывание истории. Вот интересное, понимаете. Ведь помните, чем занимается Уинстон Смит в романе «84-й год»? Он отыскивает в соответствии с распоряжением партии, он отыскивает несоответствие тому, что они знали о прошлом, и тому, что сказали сегодня. Мы, пожалуйста, на примере, там, скажем, победы в Великой Отечественной войне, понимаете, мы сегодня это наблюдаем воочию. И Орвелл даже однажды в одной из статей, он даже прямо сказал, меня это тоже очень поразило, что одно из искажений в будущем будет, кто, например, пишет Орвелл, кто, например, больше сделал для победы и стройки. Вот это да. Да, у него есть это. И он сказал, это станет вопросом в будущем, потому что реально, истинно, никого не будет интересовать. Попытаются захватить, перетащить на свою сторону, сказать, что мы победители, но сегодня это один к одному, правда ведь? Мы же видим это по газетам западным. Ну, я как житель Прибалтики это на практике ощутила, и в ладошках просто держала. Да, да, да. Так, писая все эти учебники, могу... Дальше, конечно, один из самых страшных вещей, это, конечно, с моей точки зрения, это всеобщая тотальная слежка. Мы не видим за собой хвостов мужчин в габардиновых площадках. Ну, почему же не видеть? Я-то, например, видела за свою жизнь неоднократно. Мне не приходилось, признаюсь честно. Ну, не здесь, не в этой стране. Но слежка, да, но слежка, она не только, так сказать, как бы такая визуальная, я иду за тобой или я еду за твоей машиной. Слежка через интернет, слежка через какие-то специальные аппараты, слежка через телефоны мобильные и так далее. То есть мы давно уже как на ладони, понимаете? И это ощущает в том числе и, так сказать, западное, да, может быть, даже в большей степени западное общество. Потому что, я повторяю, что когда, кстати, Гардиан спросили, они говорят, вот одна из причин, говорили они, это как раз тотальная слежка. Мы, так сказать, ничего не можем... Все наши счета, родня и так далее, все давно в компьютерах. Другое дело, как этим воспользуется власть или те, по крайней мере, кто олицетворяет эту власть. Ну, скажите, можно ли пребывать в такой тепленькой иллюзии, что я же не нарушаю законов, пусть про меня все все знают, мне-то чего? Это хорошее. Скажет так обыватель какой-нибудь. Да, 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 любой так считает. Но дело в том, что это все хорошо до тех пор, пока ты не становишься частичкой массива в аналитическом центре, понимаете? Потому что по вашим лайкам, по вашим, так сказать, как бы одобрям, транс, которые звучат в Фейсбуке, допустим, понимаете, очень легко составить мнение, каких политических взглядов вы придерживаетесь, на чьей стороне вы окажетесь в том или ином конфликте, кого вы осуждаете и кого поддерживаете. А может, у меня пальчик случайно соскочил? Пальчик случайно соскочил и лайкнул. Это один раз. А когда это имеются большие массивы, я, например, с удивлением прочел, что в Америке есть целые огромные ангары на многих гектарах, которые хранят памяти, миллиарды записанных разговоров, сведений и так далее. Кажется, что это глупо, что это никогда не пригодится. Но это глупо до тех пор, пока не изобретены или не применены, скажем, законы большой статистики, что, куда и как, понимаете? Ну, какое-то заряженное ружье, как известно, может выстрелить сюда. Если есть компромат, он может дождаться на своей очереди. Это конкретно про каждого. А меня больше всего пугают, конечно, огромные массивы и стоящие за этим народы. Просто народы, понимаете? Дальше, если хотите, вот это двоемыслие, которое было... Я правильно понимаю, что по двоемыслиям он имел в виду двойные стандарты, с которыми мы, в частности россияне, сталкиваемся последние лет 20. Ну, не совсем так, потому что двоемыслие – это умение держать в мозгу, если следовать точно Роману, умение держать в мозгу, два прямо противоположных мнения по одному и тому же вопросу. И в зависимости от ситуации принимать либо одну сторону, либо прямо противоположную исключающую, и свято верить в это. Что и делает Совет Европы. Прекрасно. Прекрасно вкладывается в систему. Ну, может быть. Я не так внимательно слежу за Советом Европы, но, скорее всего, не сомневаюсь, что это возможно. То есть одновременно держать. Но двойные стандарты – это ведь тоже, так сказать, относится к этому уже в какой-то степени, понимаете? То есть называть мир войной, ну, не знаю, вас, может быть, не удивит, но меня в свое время резануло, что военно-воздушные силы Америки имеют девиз «Мир – наша профессия». Ну, разве это не ложенка Орвала? Один из ложенков – война – это мир. Мир – наша профессия, понимаете? То есть бомбить, нести мир. Примеров можно было бы привести страшно много. Так сказать, я имею в виду о двойных стандартах, потому что это сегодня одно из самых, может быть, самых актуальных для мировой политики терминов. Когда, кстати, мы закрываем глаза на одно, но открываем их во всю ширину глаз на другое. Когда надо, вытягиваем как из рукава, как из рукава фокусника то эту карту, то эту, в зависимости от ситуации. Не только двоймыслие. Меня больше, честно признаюсь, волновало, и это я замечаю по своей собственной внучке даже, меня волновало уничтожение культуры. Орвал говорил, что она будет скухоживаться, и она будет заменяться всевозможными, так сказать, как бы палеотивными такими искусствами, которые, так сказать, будут питать людей и одновременно, так сказать, их опускать. Нет, ну что, у нас писатели не рождаются? Рождаются, балет существует, кино, опера, всё есть. Он говорил, что человечество придёт к тому, что в конечном итоге автоматически, механически будут производиться мультфильмы, фильмы, писаться литература в какой-то степени. Для потребов. Простые детективы. Существует в мировой литературе 24 сюжета, понимаете? Запусти их в компьютер, и компьютер выдаст тебе тот или иной текст. Не важно, что он не будет далёк от литературы. Понимаешь, вот всё это, ну, например, там, меня потрясает, там, скажем, уничтожение языка. Все эти вау бесконечные, которые одновременно... Да, вау обозначает «да», и вау может обозначать «нет». Вау, это я сейчас сказала одно, вау первое было восторженным, а второе было таким грустным. Да-да-да, да-да, понимаю, это просто элочка-людоедочка, когда-то это всё было описано, но сегодня это представляет катастрофически большие размеры. Про книгу говорят много букв, я не хочу читать её, там слишком много букв. Ну, это ваше очень много букв, 800 страниц, это правда. Но я начала читать, это реально интересно, да. Особенно, и меня, конечно, потрясло, что... И мне даже показалось, что это несколько такая натяжка, но вы мне потом объяснили, что это так и было. Дело в том, что, дорогие товарищи радиослушатели, как вы думаете, какое первое слово сказал годовалый мальчик Джордж Оруэлл, откуда-то там свалившись с лестницей или выпав из окна, он сказал слово «скотство». Не мама, не папа, не дай, не помогите. Он сказал «скотство». Как это может быть? Да, это очень интересно. Сегодня даже, так сказать, учёные собираются в Англии и обсуждают сам термин этот, потому что это потом возникло и в скотном дворе, и просто на самом деле его родители, он подслушал это у них. И так получилось, что это было первым его словом. Довольно любопытно вообще. У него страшно много любопытных каких-то вещей, но вот, так сказать, вот эти вот заколдованные круги, меня его, так сказать, волнуют по-прежнему. Я даже не знаю, что с этим делать, потому что, может быть, ещё одну книжку писать по этому поводу, касающаяся как раз мировой политики, потому что он, например, не знал, что делать. Что сначала должно быть? Совершенствование человека или совершенствование общества? Действительно, из этого не выйдешь. Без совершенного общества не будет совершения человека, но без совершенного человека не будет и совершенного. Но это вы уже философом станете. Да, а он, кстати, его философы всерьёз относят, так сказать, как бы к писателям-философам. Натурально. Ну, кстати, пока не забыла, а вот шведский синдром тоже? Ой, шведский синдром. Ну, помните, зачем заканчивается роман 1984 год? Уинстон Смит любит своего палача. Понимаете? О чём это говорится? Понимаете, в своё время Чаликова мне сказала, что она, один из крупнейших наших исследователей Орвелла, она сказала, что человека всегда можно сломать. И если вокруг человека не остаётся никого, кроме его мучителя, палача, то он будет любить этого мучителя, и потому что ему надо любить. Так сказать, это неизбывное качество человека. Пожалуйста, это чисто шведский, стокгольмский синдром. Ну да, синдром заложника, да, это известное дело. Когда террористов любят и, так сказать, как бы к ним. Более того, их пытаются защищать. Скажите, а что-то, может, не забылось? Чего нам дальше ожидать? Это я с ужасом спрашиваю. Нет, дело в том, что... Да нет, ну, конечно, какие-то вещи... Ну, я не знаю, если помните, там были, допустим, там была такая так называемая антисексуальная лига. Молодёжная антисексуальная лига. Нет, ну это как раз сбылось уже, да. Так это нет, не сбылось, потому что, на самом деле, у нас, наоборот, понимаете, так сказать, полностью раскрепощены люди в отношении к вопросам секса, брака, морали. Нет, ну, сведение в некоторых западных странах, сведение всё к одному полу, и отсутствие в свидетельствах рождения младенцев. Понятие мамы и папы, это... Родители и родители. ...то чисто соответствует теории, да. Нет, ну, у него палач главный говорит, если помните, мы уничтожим оргазм, наши биологи работают над этим. Но, если хотите, Галя, это не сбылось. Ну, да, да, это радует, да. Хотя, конечно, эти маленькие братцы залезают и в эту область и пытаются сделать всё, что только могут, понимаете, потому что, на самом деле, семья – это ячейка, на которой, так сказать, как бы держатся какие-то базовые принципы существования человека. И это надо разрушить. Это разрушается, с моей точки зрения, достаточно планомерно. Но дальше-то что будет? Давайте вы уже теперь... Держите слово за своего героя. Давайте вы теперь, пожалуйста, пророчите нам, куда катится мир дальше, и что мы получим на выходе. Галя, у него последнее его, так сказать, как бы почти завещание было сказано, что я не говорю, что это всё случится, но я говорю, что мы должны бороться против того, чтобы этого не случилось. Вернее, за то, чтобы это не случилось. Вот его главный призыв и посыл. Он не был уверен, что так произойдёт, он предполагал, но он считал, что нужно каждому бороться с этим. Имеется в виду, конечно, тоталитаризм. Самых широких... Сегодня тоталитаризм или фашизм не в чёрных рубашках приходит, и не в коричневых, как во времена Гитлера. Он сегодня приходит в современной одежде, в кроссовочках, там, я не знаю, в маечках, там и так далее. Более того, сегодня даже антифашизм может стать в известной степени или действовать фашистскими методами, то есть выбирать по своему усмотрению фашистов и уничтожать их. Не доказывая, что фашист, он не фашизм, терроризм сегодня. Это что? Ведь мы же долгие годы внушали людям, что вокруг всё плохо. Террористы, как пишет Александр Шмеман, допустим, в своих дневниках, он пишет, что мы допрыгались. Раз мы всё время твердили, что всё-всё плохо, то вот террористы решили, что всё надо уничтожить. Допрыгались, говорит Шмеман. Понимаете, очень много таких вещей, которые, я повторяю, что это тема, если хотите, ещё одной книги. Потому что на самом деле, кстати, он задаёт, он долго будет актуален. Вот поверьте мне, понимаете. Я не призываю всех покупать и читать мою книжку, мне хотелось бы, конечно, этого. Но тем не менее, я просто совершенно точно убеждён, он будет актуален очень долго. Ван Гиде, чтобы пожалеть своего героя. Пожалеть? Да. Да, конечно. Мне кажется, что судьба всех великих писателей – это, в общем, несчастливая судьба. Несчастливая, потому что в конечном итоге они остаются в одиночестве. У него, по сути дела, в конце жизни не было семьи, у него был приёмный сын, у него не было родных детей, так сказать, его детей, понимаете. Друзья его предали и так далее. Несчастная, в общем, судьба. А почему позавидовать есть? Ну, если бы я бы, конечно, цитиву абсолютной цельности. Это редкое качество. Когда человек с детства, он в 11 лет сказал, что, кстати, он хотел бы написать роман в духе Уэллса, и он написал его. Фантастические истории.